Чтобы жизнь в городе была комфортной, в новых нормативах предусмотрены, например, радиус доступности от мест жительства до детских садов 300 метров, а до школ 500. Исходя из сегодняшней численности населения, определена единовременная пропускная способность спортивных сооружений. Например, на универсальных полях для игр на траве одновременно смогут заниматься около 45 тысяч человек, плавать в бассейнах – до 16 тысяч, заниматься на ледовых катках – сразу 35 тысяч человек и еще более 35 тысяч на закрытых ледовых аренах. Таким образом, вместимость спортивных сооружений по нормативам позволит заниматься спортом одновременно сразу всем жителям города. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда мест для занятий спортом явно не хватает, картина, нарисованная новым документом, выглядит утопичной. 30 тысяч человек должны единовременно находиться на ледовой арене. Вот поэтому могут находиться. И это мы должны обеспечить с вами. Вопрос, как обеспечить прописанный норматив, остался без ответа. А вот с парковками рядом с жилыми домами депутаты, кажется, более или менее разобрались. В документе требуемое количество машиномест связано с категорией жилья. Для бизнес-класса предусмотрено два машиноместа на квартиру, для эконом-класса – одно и два машиноместа, для муниципального жилья – одно и для специализированного показатель 0,7. Чтобы не мудрить, к какому классу относится дом, определять категорию жилья, а вместе с тем и площадь парковок, по мнению народных избранников, может сам проектировщик. Если проектировщик проектирует квартиры стандартного класса и хочет сделать их максимально дешево в существующих условиях, он так и называет, что я строю квартиры стандартного класса и делаю 0,7 парковочных мест на одну квартиру. Если застройщик хочет, так сказать, выделить это жилье, сказать, что оно элитное, застройщик может увеличить количество парковочных мест и будет называть это жилье бизнес-классом. В общем, он как называется, так и строится. Назвался груздем, полезает в кузов. Вот так просто. Никакой привязки к метражу квартиры и уровню комфортности. Как вы дом назовете, столько парковок и проектируйте. Наверное, это удобно. Подавляющим большинством голосов депутаты вынесли проект местных нормативов на рассмотрение на ближайшую сессию. В повестку заседания Думы войдет и вопрос о приватизации помещений на Силкино-25. Но прежде чем проголосовать за него, депутаты предложили возможную альтернативу использованию участка. В принципе, действительно, вот рассмотреть подъездку, поликлинику, было, мне кажется, достаточно интересно. Это место, оно расположено удобно, то есть доступно со всех сторон, то есть сообщение. Мы начнем с того, что мы должны поменять генплан города. Начнем с этого. Потом мы должны сделать новый проект планирования. После этого мы должны пойти опять в инвестсовет и сказать, мы такие молодцы, что меняем одно на другое. Сами не знаем, что хотим. По словам Владимира Еминцева, вопрос с размещением новой детской поликлиники уже решенный. В планах начать индивидуальную разъяснительную работу с жителями близлежащих домов и владельцами гаражей, которые могут попасть под снос. Люди персонально хотят знать по каждому гаражу, что будет с ними, его судьбу. Поможете людей начинать, чтобы информационный пост пошел, что с ними начали персональную работу. Давайте за следующей недели начинать эту работу. Давайте. Все, спасибо. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.